Отстрелялись по своим. Американские и европейские санкции, разжигающие кризис в России, вынудили европейскую марку Opel и американский Chevrolet уйти с российского автомобильного рынка. Из-за этого в Самаре в ближайшее время могут закрыться два дилерских центра, а без работы могут остаться несколько десятков человек. Решение об уходе из России Opel и Chevrolet было принято после подведения итогов продаж за прошлый год и начало этого. Если в прошлом году падение продаж достигало 30%, то в этом году и вовсе 80%. Одной из причин резкого спада называется обвал рубля и повышение цен. Всего за год автомобили подорожали от 35% до 70%. В General Motors утверждают, что дилерская сеть будет реструктуризирована, а производственные предприятия законсервированы. Однако компания обязуется сохранить взятые на себя сервисные и гарантийные обязательства по уже проданным машинам. Согласно планам General Motors, Opel должен полностью уйти с рынка до конца года. Chevrolet уберет с рынка модели корейского производства, но сохранит американский премиум – внедорожник Tahoe и спортивные Camaro и Corvette. Основная же ставка будет сделана на премиальный бренд Cadillac. Правда, как он спасет позиции GM на рынке – неясно. За первые два месяца нынешнего года российские дилеры продали всего 72 автомобиля. А в Самарской области, по данным агентства Автостад, за первые два месяца на учет поставлен всего один автомобиль. В Самаре работают два дилера марок Opel и Chevrolet и один дилер марки Cadillac. Еще три дилера Opel и Chevrolet работают в Тольятти. Скорее всего, в ближайшее время салоны начнут сокращение персонала. На улице окажутся десятки людей, которым сложно будет найти место работы в автобизнесе. Эксперты полагают, что в ближайшее время с российского автомобильного рынка могут уйти и некоторые другие бренды. Спастись смогут только те, кто вовремя переориентируется и сможет даже в кризис предложить покупателям приемлемые цены на автомобили, а также вполне достойный уровень автокредитования. Андрей Трой, Константин Головин. События.